Добрый день! Вы смотрите новости на телеканале ЕИТВ. О самом главном на эту минуту расскажу я и мои коллеги в студии Тимофей Львутин. Приговор пяти фигурантам сфабрикованного дела об участии в террористической организации оглашает Ростовский суд. Заседание началось с опозданием на полчаса. Российские прокуроры запросили для Рустема Измаилова, Айдера Солединова, Эмиля Джамаденова, Тимура Иузыра Абдулаеховых тюремные сроки от 11 до 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима. В своем последнем слове на заседание суда в Ростове-на-Дону политузники все обвинения назвали незаконными и ложными. Поддержать фигурантов сфабрикованного дела в России приехали жители Крыма. Они не террористы и весь народ, он не согласен с тем, что их сегодня обвиняют в терроризме. Из-за этого мы здесь собрались, иншаллах, чтобы их поддержать. Народ не верит, что это террористы. То, что дают такие большие сроки, это говорит о том, что это лишь способ для давления для всего крымско-татарского народа. Есть два момента, которые утешают такое тяжелое положение. То, что эти ребята не сломлены, они не признают свою вину и никогда его не признают, потому что они в этом невиновны. Пять крымских татар российские силовики задержали в октябре 2016 года в аннексированном Крыму. После незаконно вывезли в Россию. ФСБ провела обыски в домах. Их необоснованно обвиняют в создании и участии в террористической организации. Таковое в ФСБ считает Хизбут-Тахрир. Трижды с начала суток российско-оккупационные войска обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Дважды боевики использовали минометы по защитникам Авдеевки и Троицкого. По данным Министерства обороны Украины, российские наемники выпустили около 17 мин. За сегодня погибших раненых среди украинских военных нет. За минувшие сутки ранения получил один военнослужащий. Оккупанты 34 раза открывали огонь. В частности, из минометов боевики били по укреплениям в районе Песков, Авдеевки, Марьинки, Крымского, Попасной и Золотову-4. На других рубежах применяли БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Избирательный кодекс и кадровые назначения от президента Владимира Зеленского. Повестку дня на эту неделю рассматривали народные депутаты на Согласительном совете Верховной Рады. Там находится корреспондентка ЮИТВ Юлия Крючкова. Добрый день, коллега. Какие первоочередные вопросы будет рассматривать Верховная Рада на этой неделе? Добрый день, Тимофей. Согласительный совет, на самом деле, уже подошел к концу. И сейчас уже около 20 минут назад началось заседание парламента. Сейчас на нем выступают главы фракции, чтобы рассказать о том, какие вопросы они бы хотели вынести на рассмотрение Верховной Рады на этой пленарной неделе. И на данный момент в плане на неделю около сотни проектов законодательных актов записано. Это и социальные законопроекты, и законопроекты о налоговых льготах, несколько проектов ратификации международных соглашений. Однако, судя по тому, что сегодня говорили и обсуждали на Согласительном совете, все-таки ключевым на этой неделе станет один документ. Это рассмотрение поправок к проекту избирательного кодекса, который был подан на второе чтение еще 6 июня. Уже народные депутаты начали рассмотрение правок. Их в этом законопроекте около 4,5 тысяч, поэтому рассмотрение документа по словам народных депутатов может затянуться надолго, так как все эти моменты должны быть учтены. Но спикер Верховной Рады на Согласительном совете сегодня заявил о том, что никто не должен затягивать рассмотрение этих правок, и законопроект должен быть принят во втором чтении уже до конца лета, как можно быстрее. И я предлагаю послушать, почему Андрей Порубий говорил о том, что этот закон важен для Украины. Когда кому-то хочется сорвать принятие избирательного кодекса, то я вам хочу сказать, не получится. Мы его примем так же, как и принимали наши реформы, и медицинскую, и образовательную. Как принимали антикоррупционный суд, как принимали языковой закон. Так же системно, так же согласно законодательству. Я уверен, что украинский парламент имеет достаточно потенциала, чтобы принять еще один исторический закон. Хотя этот законопроект является приоритетным в рассмотрении на этой неделе, но представители некоторых парламентских фракций, а также представители президента Украины в Верховной Раде считают, что также на этой неделе обязательно нужно рассмотреть законопроекты и документы, которые были инициированы президентом Украины Владимиром Зеленским. В первую очередь это касается кадровых вопросов, так как Владимир Зеленский настаивает на том, что нужно как можно быстрее уволить с должности министра иностранных дел, министра обороны, а также глав СБУ и ГПУ. И соответствующие документы были уже поданы в Верховную Раду. Однако на прошлой пленарной неделе они и так и не были приняты Радой. Депутаты говорят о том, что они не хотят принимать их, так как пока президент не рассказал и не показал, кого же он хочет поставить на должности вместо этих уволенных людей. Но представитель Зеленского в Раде говорит, что это не обязательно по закону. И есть несколько способов. Можно отложить рассмотрение избирательного кодекса на некоторое время и проголосовать кадровые вопросы, а также можно провести внеочередное заседание вечером в среду, и тогда уже можно будет вынести туда эти вопросы, а после этого продолжить рассмотрение избирательного кодекса. Давайте послушаем, что говорил сегодня представитель Зеленского. Президент внес уже три представления. Мы искренне надеемся, что Верховная Рада найдет возможность включить эти кадровые вопросы в повестку дня. Нужно дать возможность президенту реализовать свои полномочия. Президент готов к конструктивному сотрудничеству. И, кроме этого, на прошлой пленарной неделе Владимир Зеленский внес несколько законопроектов о рынке энергетики. И пока эти вопросы не внесены Верховной Радой, однако мы увидим, будут ли они рассмотрены на этой неделе уже через несколько минут после того, как закончится выступление глав фракций. Передаю слово тебе, Тимофей. Спасибо, коллега. На согласительном совете депутаты Верховной Рады обсудили повестку дня на предстоящую неделю в парламенте. Одни из главных вопросов, которые будут вынесены на обсуждение, это кадровое назначение президента и продолжение рассмотрения избирательного кодекса. Уильям Тейлор, временно поверенный в делах США в Украине, прибыл в Киев. Он будет возглавлять посольство. Заменил на этом посту Кристину Квинн. Как сообщили в депредставительстве США, Тейлор был послом Украины с 2006 по 2009 года. Также был специальным координатором Госдепа по вопросам Ближнего Востока. Он отметил, что Соединенные Штаты и дальше будут поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Также он рассчитывает на развитие сотрудничества с президентом, его командой и украинскими политическими силами. Экс-президента УЕФА Мишеля Платини арестовали по подозрению в коррупции. Его задержали утром во французском Нантере. Обвиняют в махинациях, связанных с назначением Катара, страной, принимающей чемпионат мира по футболу в 2022 году. Платини был президентом УЕФА с 2007 по 2015 года, пока его не отстранил от должности комитет по этике FIFA. Причина – перевод 2 миллионов швейцарских франков из средств FIFA на счета Платини в 2011 году. 12 человек погибли, 125 ранены в результате землетрясения на юго-западе Китая. Подземные толчки магнитудой 6 охватили провинцию Сычуань в ночь на вторник. В результате повреждены линии электропередач, разрушены десятки домов. В провинции продолжаются спасательные операции. 4 человека ранены в результате стрельбы в Торонто. Инцидент произошел во время парада в честь местной баскетбольной команды, ставшей чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации. Полиция сообщает, жизни раненых ничего не угрожает. Троих подозреваемых задержали и изъяли оружие, а правоохранители продолжают расследование. Самолеты бизнес-класса, новейшие вертолеты и разработки сверхбыстрых перелетов. Во французском «Лебурже» лучшие новинки современной авиации. Каким представляют воздушные суда бизнес-класса в 21 веке, расскажет Анжела Лешко. Этот самолет разработчики называют укомплектованными апартаментами в небе. Здесь салон превращается в столовую, есть гостиная и спальня. Без дозаправки судно может пролететь из Гонконга в Нью-Йорк, а это 13 тысяч километров. Самолет уже сертифицировали в Канаде и Соединенных Штатах. Это самый большой бизнес-джет в мире, который рассчитан на большие дистанции. При этом такие модели могут взлетать с короткой взлетно-посадочной полосы. Мы хотим привлечь больше клиентов, чтобы покупали эти самолеты для работы в небольших аэропортах. Это «Бум Суперсоник» – стартап в сфере авиации, пассажирский сверхзвуковой самолет. Согласно плану, он должен долетать из Нью-Йорка в Лондон за три с половиной часа. Это в два раза быстрее нынешних перелетов. Новые лайнеры обещают выпустить уже к 2020 году. Ключевая технология, которая обеспечивает такую скорость, безопасна и надежна, и не влияет негативно на окружающую среду. Это одна из самых сложных машин, когда-либо созданных человечеством. Это «Белл-525». Вертолет бизнес-класса в Лебурже видно издалека. Разработчики говорят, так бы выглядел лимузин в небе. Его стоимость оценивают в 15 миллионов долларов. «Пространство в салоне очень удобное. Вы не чувствуете полета даже на высокой скорости. Вам даже не нужны наушники. Очень тихо». Французский авиасалон продлится до 23 июня. В течение недели свои новинки продемонстрируют около 2000 компаний. Организаторы ожидают. Выставку посетят более 300 тысяч человек. Всегда актуальная информация есть на наших страницах в соцсетях, а также на сайте телеканала uatv.ua. На этом у нас пока все. Следующий выпуск новостей на русском языке уже через два часа. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин